Начало предварительных слушаний по делу братьев Махмудовых и Валентина Гаджива было намечено на 10 часов утра. На деле же они начались ближе к 11. Конвоиры привезли подсудимых намного позже намеченного срока. Эта задержка, по некоторым данным, была связана с приездом в Сыктывкарское СИЗО начальника КУФСИН России Александра Реймера. Всех подсудимых привезли к заднему двору на одном автозаке. Судя по реакции Асрета Махмудова на журналистов, настроение у него было приподнято. Сегодня для фигурантов решался судьбоносный вопрос. Первое – это решение вопроса о мере пресечения. Ранее в ходе предварительного следствия вам было известно, что избрали меру пресечения в виде содержания подстражи каждому из предполагаемых доказчиков. Это раз. И второй вопрос – на предварительном слушании ими было заявлено ходатайство о желании рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей. Возможно, этот вопрос будет сегодня решаться. К суду присяжных готовы и родственники погибших. Сначала они опасались, что процесс с участием народных заседателей может стать ангажированным. Но известный московский адвокат Анатолий Иваниченко, представляющий интересы потерпевших, их успокоил. Поэтому сейчас воспринято положительно, даже крайне положительно, потому что, как известно, суд присяжных позволяет вынести приговор уже независимый, который невозможно опровергнуть тем, что якобы это государство, якобы это какие-то правоохранительные органы подстроили или прочее, прочее. Это суд народа. И, безусловно, если суд народа скажет, что эти люди виновны, то тогда и наказание будет справедливым. Адвокаты обвиняемых, кроме изменения меры пресечения и выбора суда присяжных, планируют ходатайствовать вообще о рассмотрении дела в другом регионе страны. Для объективности. Какие решения примет суд, пока не ясно. Предварительные слушания запланированы на 4 дня, до и после праздника. В зале суда собрались все участники громкого процесса, кроме прессы, которую не пустили, и многочисленных потерпевших, которые не приехали из Ухты. Сначала среди собравшихся возле суда журналистов прошла информация, что потерпевшим отказалась предоставить автобус администрации Ухты. За свой счет в Сыктывкар они добираться не стали. Однако позже эти сведения не подтвердились. Мы созвонились с матерями погибших, и они сообщили, не появились на предварительных слушаниях, поскольку не сочли нужным. Но обещали обязательно приехать, когда начнется основной процесс по делу о заказчиках поджога. Эдуард Бушуев, Владимир Шишкунац, телеканал Юрган, Сыктывкар.